Всем привет, с вами Дубгай, и мы продолжаем играть в Казахстан за Болгарию. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь. А мы продолжаем погружаться в пучины психиатрической клиники. И уже подходим к булгарской идентичности. Я очень-очень хочу еще вот этот баф взять. После чего мы, в принципе, будем почти что непобедимы. Тут у нас неплохо так накидали бафов. Пора будет возвращать то, что мы потеряли в этой Балканской войне, в которой мы просто все сдали. Наша прошлая правительство трусливо просто капитулировало. Но наше новое правительство точно поможет Болгарию становиться новой великой. Поехали. И потихоньку начинает сформироваться примерно очертание нашей будущей армии. Я хочу сделать даже еще поинтереснее. Я хочу сделать ПВОшные танки. И сделать такую механизированную дивизию с танковой легкой поддержкой. Везде одной ПВО, скорее всего. Потому что я не хочу сюда ПВО закидывать. Я все-таки разведро сюда поставил на плюс скорость. Добавлю сюда еще ротового обеспечения. И скорее всего еще реактивную артиллерию. И посмотрим, что у нас получится. Кроме того, вот это вот тоже мы хотим закинуть матризованную ракетную артиллерию тоже в свои дивизии. В общем-то должно получиться что-то очень сильное, наверное, под бафами. Но скоро увидим. И вот причина, почему я хотел сделать это вот сначала, а потом исследовать противопехотное оружие. Точнее, ну, в принципе, пехотное снаряжение. Потому что у нас, видите, здесь противопехотные атаки ему дадут. Следовательно, мы можем сейчас... Наверное, вот в этом слоте уже... О, ужасы. Мы испытали его на мешанях. Брезисточок, кроме ужасов Аргунополя, она хотя бы работает отлично. Еще и предстояние школы у нас. Супер. Ну вот, Болгария встает с колен, как вы видите. И к этому мы еще добавим вот сюда противопехотную атаку. Можно, конечно, артиллерию зарядить. Но я думаю, все-таки вот сюда поинтереснее. И в сумме должно получиться очень-очень солидно. А, кстати говоря, я тут все думаю, что не капитулирует пакт-то. А Белград-то еще стоит. Конечно, вряд ли он простоит сильно долго, но... Показ, что стоит. А вот и... Все, с ними окончено. Дойдем мы сейчас в ДТНП. И, в принципе, наша экономика будет плюс-минус готова. Кроме того, что мы еще, конечно, будем строить сейчас военные заводы. Во всех оставшихся у нас слотах. К сожалению, танковый конструктор у нас легких танков. Просто легких танков. И даже нету, кстати говоря, ПО легкого. Просто легкие танки ПТСАУ и ПТСАУ. Очевидно, ничего из этого мы делать не будем. Но жалко. Было бы какое-то полезнее, было бы круто. Конструктора короля в принципе нету. Но истребители, кстати говоря, хотя бы с бафами нормальными. И у нас уже сразу есть генерал с прокачанной мотопехотой даже. Это даже не я его делал. И для... Ну, в принципе, генералов, я бы сказал, неплохие. Для пехоты тоже тут можно подобрать хорошего. Я бы, наверное, выбрал вот этого. Потому что у него мастер городского боя. Достаточно редкий зерк. Можно его сделать. И из этих оставшихся... Вот такого второго. У него, конечно, третий левел и всего одна атака. Наверное, поэтому, кстати, посидеть кого-то еще. К примеру, у Русева как будто он не самый плохой парень. А вот этого можно сделать генералом, фельдмаршалом. Потому что у него расход припасов в минус большой. Кажется, хотелось бы, чтобы он был еще посильнее. Но пойдет. И добавляем в ротообеспечение нашей маторизованной дивизии. Потому что у нас вполне с нашим билдом могут быть проблемы с набранием. И вот, смотрите, нюанс. Возвращение потерянной земли. А, нет, ладно, все нормально. Страны-то и существуют. Хоть и марионетками. Значит, это и будет нашей первой целью. Давайте сразу туда и пойдем. Вот мы изобретаем коллективную артиллерию. Моторизованную. И, наверное, куда-то вот сюда ее добавим. Потому что нам все-таки очень хотелось бы вот эти все минуса тоже заполнить. Повышение от Австрийской империи. Можем мы... Не-не-не. Вначале верните земли, на которую мы претендуем. Наверное, я сейчас сохранюсь. Может, это будет какая-то одна провинция. Но мне нужны все. Так что давайте вот так. Или они отклонили? Ну да, земли там, наверное, немало должно быть. Хотя и не так, что и много. Но перед опадением нам еще предстоит пройти немало фокусов. Как минимум три. Делаем еще булгарскую идентичную. Взяли себе вот этот уже бафчик. Он нам даст неплохо палитки. Еще по мэнфавору будет неплохо. И еще дивизии будут намного быстрее готовиться. Это на самом деле не такой уж ты плохой баф. Не стоит его недооценивать. Получи все ресурсы, что приятно. И здесь мы уже обьемся ханство. И вот тут стоит выбор. Идти в государственный атеизм. Так мир, кстати говоря, в огне произошло. Началась война. Строю вельткрик. Либо пойти в тенгриан. Ставить, вот здесь вот больше именно бафов на армию. Именно на атаку. Причем Дон Кавказский Союз, Российская Республика и Украина. Но сверху еще 5% в принципе к всему матризованному кавалерийскому. А вот здесь огромнейшие просто бафы на промышленность. Это НП, 15 ресурсов, 10 строительства. И 7-5 объема и скорости роста. Ну, политка там так чисто. И, блин, конечно, вот этот 100% сильнее, ребята. 100% этот баф сильнее. Он просто безумный. Но, конечно же, мы будем возвращать тенгрианство в Европу. Вот уже наши винтовочки. У них статов сколько? 10.8. Против ванильных 9. Кажется, что это пыль. Но на самом деле разница огромная. Мне кажется, даже можно попробовать сравнить вот так. Да. Разница в этой пехотке в 52 стата. Внезапно. И куча статов в принципе здесь. Да, пехотное снаряжение очень сильно по дивизии. Особенно если она пробафана на 20% к атаке. А вот это тоже начинает в замес заходить. Так, мы вернемся наше наследие, конечно. И все остальное это нам неинтересно. И давайте начнем все-таки с промышленности. И Россия начала морс на запад. Они вообще не тормозят. Сразу же начинают войну. Ну, все, так сказать, про расписание. Социал-демократ-то там во власти. Достаточно любопытно. При этом они параллельно с этим воюют еще за Бурятией. И просто все стоит на месте. Забавно. Ну, как бы здесь, кстати говоря, никто из Респакта не вышел, кроме Польши. Ладно, Бельгия вышла. На самом деле все-таки повыходили страны. Норвегия здесь. В общем-то, да, война такая неплохая. Еще и в Испании социалисты побеждают. Давайте чисто так побыстром пройдемся по всему. Америка воюет. Америка, господи, смотрите, четвертый интернационал. Как это произошло? США вместе с Россией, Норвегией и Филиппинами? Что происходит в мире? Воюют против Рейхспакта. Господи. Ладно, а с Америкой, Россией и вот таким неплохим интернационалом в Германии дела плохи. Австрии им поможет, но мы поможем не помочь Австрии. Так, устранили мы православное влияние. Давайте вернем Тангрянство в Европу. А после объявим войну за Сербию, Румынию и еще раз Румынию. Два раза надо бить войну в Румынию, почему, не спрашивайте. Все во славу нашей тангрянской религии. Еще и восстание в Рейхспакте пошло. Да, в Германии все очень плохо. Это, кстати говоря, полностью все снабжение на восток обрывает. Неудачно. Ну, слушайте, нет, как-то справились, как будто. ИС-Ташиды, наверное, да, не через эти территории, а вот так. Так что здесь некоторые проблемы есть. Хотя все еще есть как будто морское снабжение. Так что, я думаю, да, Германия не сильно пострадает. Еще и сибирская армия движется на запад. А кто такой этот ваш Сибирь? Это колчак, который остался, ну, вот-вот в таком состоянии, с пяти военными заводами, которые все делают при этом танки. Интересный выбор. Видимо, собрались воевать с только танками. Секретный только танковый билд для Восточной Республики. В принципе, да. Есть такая секретная мета. Нам, кстати говоря, по фокусу огня дали 3000... Что еще? Три сотни комовиков. И выглядит что-то не... Не сильно весело. Но, ладно. Бесплатно, так что, ладно. И я все еще возьму два военные завода перед нападением, потому что... Ну, все-таки как-то нам не хватает много чего. И отдельно делаем генерала на мастера в холмах. В идеале бы, конечно, в горах. Но в горах нету, значит, окей. Холмы так холмы, что бухтеть-то? И его на Грецию. Сказали говоря, Албания все еще в этом мире безумно нейтрально. Забавно. В целом, да. Получаем военные заводы, и мы готовы объявлять войну. Так что, поехали. Возвращение на потерянные земли. Кстати говоря, пойдем в второй доктрин, потому что у нас очень много урона на штурмовиков. Тут тоже есть. Почему бы и нет? И вот такая вот у нас атака плюс мотопехоты. У нас генерал тоже закачан на мотопехоту. Так что, я думаю, должны мы себя показывать очень неплохо. Ну и пехота наша сама по себе тоже очень даже ничего. Конечно, еще не вот это вот, не идеально. Пехотного снаряжения второго еще не так много. Но мы движемся к этому. Так они ни о чем не подозревают. Войск я на границах еще не вижу. Не уверен я, куда нам нашу авиацию надо будет применить. Ну, посмотрим по ситуации. Сразу же все галочки активны. Да, я так понимаю, здесь, да, дивизии просто еще не успели подняться. А Австрия, видимо, не ожидала угрозы, поэтому тоже не поспешила ничего с этим делать. Румыния у нас, смотри, нет, тоже юбилейная война. Кстати говоря, там было два раза в войну в Румынии, в итоге убили мою войну ноль раз. А ловушка возвращена этих потерянных земель называется. Ну и возьму еще вот этот вот бафчик, минус потери истощения, восстановление дивизии и организации. В общем-то, полезные бафы. И Белградский пакт выступает против Болгарии. Имеется ощущение, что это не Белградский пакт. Вообще там Белградским пактом не пахнет даже. И это Болгария выступает против Австро-Венгрии. Ну, Австрии, ладно, пока что. Так что да, немножко глобальный ивент не прав. Ну а мы же нашими моторизованными дивизиями стараемся сразу побыстрее от победной точки. В целом, как будто успешно получается. В Бридсе все тоже достаточно успешно. Там поднялись какие-то ополченцы. Отлично еще и окружаем их. Это отлично. И постараемся с нашими моторизованными войсками на север пройти как-то, удерживая при этом здесь границы обычной пехоты. Ну, куша там где нет дивизии, почему нет. И я тут ставил третью скорость. Я думаю, можно теперь поставить вторую обратно, чтобы чуть более безопасно атаковать. Потому что сейчас, как видите, войска, да, везде появились. И нужно реже организовать немножко армию, а то приказы, конечно, немножко поломались. Поэтому давайте как-то вот так сделаем. Этот генерал будет защищать вот эту границу. Как-то вот так, наверное, меня... Ладно, надо чуть-чуть этот поуже, потому что здесь меньше дивизии. Вот так, наверное, меня устроит. При этом моторизованные войска, да, как я и говорил, оставим здесь, чтобы, возможно, пробиться вот сюда, в Галицию, и зайти в Венгрию с севера. Оружаем, кроме того, здесь австрийско-эллирийские войска. И пока что по потерям все складывается удачно, хоть и особо больших боев не было у нас пока, в принципе. И я останавливаю все наступления. Нужно немножко вручную позаниматься этим всем делом сейчас. А именно накопнуть Грецию. Возможно, в идеале бы вот здесь вот перерезать им полностью снабжение. Здесь-то особо по морю они, конечно, будут снабжаться, но это уже совсем другое. После чего постепенно идти на север. Возможно, пуша постепенно тоже вот с этого дальнего серия, скажем так. Здесь огромное множество разных стран. Так вот выглядит вот эта вот федерация. Но эти страны, я думаю, даже совместными силами не смогут нас остановить. А авиацию лучше перебросить, пожалуй, в Грецию. И вот наши войска успешно смогли отрезать Грецию от основных сил их альянса. И здесь они пытаются как-то контратаковать, выбить наши дивизии, но у них ничего не получается. По запасам снаряжения у нас все отлично. Скоро я уже, пожалуй, в нашу пехоту выдам еще ПВО и, возможно, артиллерию сюда. Но еще чуть-чуть надо подождать, конечно. Почему открывают новое химическое вещество? Ложать ли, кажется, более мощным и немного менее опасным? Применение аппарата. Плюс 10 скорости дивизии, плюс 25 организаций, минус потеря истощения. Плюс 10 скорости дивизии. Это нам надо. Это означает, что у нас в патриотизованных дивизии будет какая-то... Ну ладно, вот здесь вот, конечно, и будет в большей скорости. Да, на дебафале. Но в целом там будет солидное. Единственное, что меня очень напрягает в вражеских войсках, это танки. Некоторые танки я не могу пробивать, к сожалению. Из-за этого существуют проблемы. Но зато ничто не мешает мне просто брать и окружать их. И потом, я думаю, мы их с проблемой добьем. Вот они уже и в котле. Тут также вылетят для дополнительной поддержки. Ну и в целом. Хорошо мы справляемся. Наши самолеты даже особо не сбивают. Хотя какие-то, конечно, забивают. Но наладить полноценное производство пока что я не могу. Истребители так что... Так как есть. Начинается постепенно штурм, оставшись в греческих провинций. И мы пытаемся сейчас окружить их войска вот здесь вот. И как будто у нас есть на это неплохие шансы. Да, окружение готово. Надо бы только успеть его ликвидировать. Мы здесь обезопасиваем границу с этой стороны. Вот отсюда, конечно, они могут все еще прорываться. Но мы, видите, с огромной скоростью. Все еще задебафано, конечно. Но можем маневрировать. И можем их добивать. И вот капкан заклопнувается. Тут чуть больше 10 дивизий было. Там уже парочку косок взлетело. Так что да. Это, несомненно, нам поможет. И я также взял себе скидку на доктрины. Скоро еще докачаем. Наша доктрина будет еще сильнее. Слушайте. И тут нашему главнокомандующему приходит неплохая идея. Вот здесь вот все. Некоторые провинции отделяют до непроходимых гор. А вот здесь очень слабые позиции. При этом на передних позициях достаточно большая группировка. Пахнет еще одним окружением. И мы очень быстро. Наши матризованные войска, конечно, да. Быстрые. Я часто играю, не думая про скорость. И это в целом, в среднем, правильно. Против ботов, конечно, скорость по-другому может и влиять. Но в среднем статы намного важнее. Но вот со скоростью играть, ребята, блин. Невероятно удобно, конечно. Давайте не дадим им из этого окружения выйти. Потому что вот у нас пала львов. Только организации маловато. Давайте немножко постоим. Не будем слишком спешить. И здесь мы вроде как пытаемся пробиваться. Но вообще не так просто, конечно, эти горы пробить. Может, не получится. Ну да, они потихоньку выходят отсюда. Но простепенная, так сказать, задача просто капнуть Галицу и выйти на север почти выполнена. А эти войска отсюда выходить будут достаточно долго. Мы можем им успеть обрезать здесь снабжением. И мы, в принципе, уже у них здесь нет снабжения. В теории можно дойти до Будапешта какого-то и добить полностью снабжение, куда-то сюда прорвавшись. А эта дивизия вообще едет в Краков. Вот да, успевают уже какие-то дивизии врага подойти сюда. Но я думаю, стоит сюда какую-то пехоту на прикрытие все-таки отправить. Давайте так вот и сделаем. В Греции же не так все просто. Мы стоят в одной провинции, которую мы можем атаковать тоже только с одной провинции. И да, мы постепенно перемалываем их войска, но на это требуется время. Ну и вот мы при, казалось бы, невероятном превосходских противниках, что в политских ресурсах, что в промышленном плане, с проблем наступаем в него, причем будущее еще в таком полуокружении. И слушайте, тут как будто какой-то локальный успех, как будто можно и окружить их успеть. Но вообще, на то никого, на то никого, тут один шаг до нашего уже окружения. И нам бы лучше этот шаг не делать, а отойти в сторону, так сказать. Но вот здесь все на удивление вообще шикарно. Здесь враг не прикрыл свои футузы. Иголица должна вообще капнуть, по идее. Давайте-ка, да, капнула. Давайте-ка попробуем сделать то же самое с богемией. В теории, тут не должно быть особых сил, и наши матризованные двигаются, но очень быстро. Нам бы вообще здесь взять вот эту гибкую организацию, чтобы меньше терять арги. Ну посмотрим, может так и сделаем. И да, как я и говорил, здесь очень реальное окружение, оно здесь практически и происходит. Конечно же, так просто мы не дадимся, ставим сюда вот этого генерала, которого минус штрафы есть. И ставим форс-атаку, потому что она бафает, в отличие от защиты, именно атаку, чтобы мы побольше насили урона врага. В целом, у нас шансы туда дойти есть, и неплохие. В первую очередь, надо перебросить авиацию вот куда-то сюда. И с авиацией у нас есть шансы вырваться из этого окружения. Тем более, что здесь матризованные дивизии скоро будут капать страны. А здесь астридская комбата не придумывает ничего лучше, чем просто начать наступление силами, силами что есть. Но этого не хватает. И вот, смотрите, уже видите, разбиваем по технику их дивизии, зелененьким, он уже горит. Хоть и вряд ли мы прям победим этой битвой, да, нас все-таки окружают постепенно. Вполне себе это значит в том, что у нас хорошие шансы дожить. Пытаются какими-то резервами не нас перехватывать, но это гиблый номер. Самое интересное, у нас заканчивается пехотка. В целом, я примерно так и ожидал, потому что мы ее производили очень мало. И вот мы тут взяли Прагу. Капитуляция как будто супер близка. По гейме та так и есть. И это тоже берет в себя немало количества дивизий с фронта. Это полезно. Здесь, кстати говоря, на дивизии все-таки была вайпнута. Но по ощущениям мы сможем вот сихот соединиться по снабжению и вывести вторую хотя бы. И да, да. Только у нас форс-атака все еще активно. Ее бы выключить. Иначе они сейчас себя просто убьют в этой самой атаке. Остановитесь. О, ура. Мы смогли спасти хотя бы одну дивизию. Хотя бы так. А здесь мы как раз уже под афинами. Все-таки греческие войска и там какие-то австрийские. Наконец-таки были перемоты. И просто закончились. Не смогли восстанавливаться от всех повреждений, что мы им наносим. И наконец-таки кап Греции. Тут все еще остаются австрийские войска, которые мы должны вычистить полностью. Но кроме них эти войска можно возвращать на север. И богемия тоже должна вот-вот капнуть. Мы захватываем буквально вот последние какие-то провинции. Да. Богемия тоже капает, отдает нам кучу снаряги. А самое главное, все эти территории освобождаются. Потому что у нас еще 6 дивизий здесь были подготовлены. У нас, кстати говоря, гарнизоны потихоньку отмирают. Но это нормально в наших условиях. И что я вам скажу. Война идет хорошо. Все еще достаточно напряжено. Потому что этот мув по гейме был очень рискованным. И на самом деле этим дивизиям еще как-то, видите, надо отсюда уйти. Либо этим успеть до них дойти. Что еще сложнее на самом деле. Но сейчас мы начнем наступление здесь. Вот этот генерал уже, я думаю, более-менее готов. Тут, конечно, горы. Где-то даже есть, я думаю, укрепления. Но нам придется их пройти. Вот эти же горы, наоборот, достаточно пустые. Войска здесь были оттянуты на север, чтобы как-то остановить вот это вторжение. Но в целом наш мув с богемия, я думаю, хорош как минимум. Потому что все эти дивизии, которые, ну, большая часть дивизий, была распущена после капитуляции. Как и греческих. Как и до этого румынских и гаголицких. А у Астрии самой дивизии не так много. Как бы это все-таки солянка дивизий всех. Так что, в следующей серии, я думаю, мы сможем окончать качественную победу. Как получить. А с вами был Дабгай. Подписывайтесь, если вы вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, ребят. Виждискор, все как обычно. До скорых встреч. Пока.